Здравствуйте! Прежде всего я хотел сказать то, что стало приятной и неожиданностью для многих участников пецоперации тот факт, что за нашими спинами стоят сотни умелых рук, которые трудятся не только на крупных предприятиях, но и просто на дому. Всем большой привет и низкий поклон, потому что маленькое ваше внимание здесь, на передовой, для нас превращается в большую радость. Конечно, сейчас мы разберем те моменты, на которые нам хотелось бы обратить внимание. Вопросы возникают о том, какие перчатки, и вообще нужны ли перчатки, и зачем они нужны. Это защитная вещь, которая встречается, начиная от обычного дворника, заканчивая строителями и вот нами военными. На мне профессиональные перчатки, зачем они нужны? Прежде всего в холодное время, это понятно, сохранение тепле рук, и пальцы, конечно, замерзают быстрее всего, все это вы знаете. Просто копать, преодолевать препятствия какие-то. Всегда нужно, чтобы ваши подушечки были защищены. Оружие наше – это автомат. После нескольких очередей, после нескольких магазинов, ствол перегревается так сильно, что случайный прихват этого автомата руками может вызвать серьезные ожоги. Я вам даже покажу. Вот если здесь хорошо видно, это отпечаток. На коже то же самое могло быть на обычной руке, но кожа как бы выдержала данный момент. И перчатки должны быть, конечно, вот с этой стороны очень серьезного материала, из кожи. Очень часто в гуманитарной помощи, наверное, по причине того, что это просто может быть дешевле, чем дешевле, чем больше получится, быстрее, но, к сожалению, движение в эту сторону не совсем правильное. Может быть, где-то велосипедистом, где-то в мирной жизни, в каких-то фильмах, боевиках, которые мы с вами смотрели, любили. Мы слышали, ты вновь разжился крупными неприятностями. Поделище со старыми друзьями. В реальной жизни все это не так. Как раз у меня есть здесь повреждение пальца. Именно так и произошло, потому что палец не был защищен. И ожоги, и вот камни, да все, рытье окопов, ну, в буквальном смысле это пустая трата времени. Промышленность еще на гражданских рельсах. И достаточно много перчаток, пускай не таких, специализированных, но есть масса строительных перчаток, усиленных, разных. Поэтому обратите внимание на какие-то более специальные вещи, которые в мирной жизни как бы не используются, а промышленность наша еще не перешла на военные рельсы. Вот. Вот перчатки. Я вот, правда, не знаю, какой они фирмы. Но вот такого плана. Все вот они как бы вот эти части кожаные. Вот. И вот непосредственно перчатка. Вот такая. Хорошо ее видно. Механик. Да, механик. Перчатки, которые вот имеют... Это не военная, не тактическая перчатка. Да, это не военная тактическая перчатка, да. Да. Ну и тем не менее она... Механиком еще там готовилась. Да, то есть хорошо показала себя в боевых условиях. Обращаю внимание на наколенники, плокотники. Тоже вещь очень нужная. Быстро упасть на какую-то поверхность. Вот такие камни и прочее. Вот. Очень нужно. Но надо обращать внимание. Вот видите эти защелки. Вроде бы как очень удобно, быстро. Однако, они имеют свойство ломаться. Эффективнее в этом случае, если один раз человек под себя подогнал, он так же их будет их одевать. Ну вот обычные липучки в этом плане гораздо интереснее. То есть они не сломаются. Поэтому, если вы выбираете, закупаете наколенники и подлокотники, то вот этот вариант будет гораздо лучше, чем с застежками. Считают, что нужны на фронте носки. Вроде как, они должны где-то спать. Варежки. Варежки, носки. Да. Относительно носков, что точно не нужно. Это вязаные носки. Вязаный носок, постирать его быстро не получится. Я в свое время, когда служил в армии, запрещали это делать. Потому что это как бы шипниками назывались. То есть в этом плане гораздо проще и быстрее удобнее портянка обученная. Которую просто намотал, постирал и все. А вязанный носок, он как бы достаточно трудоемкая вещь. А пользы настолько, насколько потрачено труда, на ней нет. Часто спрашивают, какой фирмы нужно покупать снаряжение. Также нательное белье и так далее. Есть хорошая отечественная фирма «Сплав». Вот продукция данной фирмы зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. Продолжая разговор о масхалатах, популярным, стал вот такого плана масхалат, достаточно дешевый в изготовлении, ну и, следовательно, в продаже. У нас их достаточно быстро полюбили из-за того, что он мягкий, быстро сохнет. В чем проблема? Если речь идет о пассивной обороне, то месяца три он проходит. Если начинаются более активные действия военные, вот как сейчас, то, конечно, такие вещи не так хорошо используются. Вот здесь, естественно, что бы ты ни усиливал, как бы ты не сделал шов, он все равно порвется. Касательно белых халатов на зиму. Не подмосковные, как бы у нас зимы, на самом деле, юг зимы как таковой нет. Поэтому белый с каким-то черным прикрасом, там, пятнами, то есть, да, ну, где-то может быть. Но, опять же, на очень недлительный период. То есть, какое-то количество есть, но чтобы массово упереться, тот нет. Вот достаточно, вот, у нас даже зимой, даже на Южной Украине, все равно, как и в Крыму, приблизительно плюс-минус вот такой цвет. Что по понче? Ну, как бы, интернет, конечно, штука хорошая, но, к сожалению, балахон с дыркой, вот, конечно, я не думаю, что он будет каким-то образом популярным. Однозначно изделие пончо будет и, как бы, стеснять движение, тут задирается, тут для военных нужд такая вещь абсолютно бесполезная. Ну, выражаем огромную благодарность тем женщинам, которые своими руками кропотливо делают такие вещи. Но, однозначно скажу, такие вещи в применении, как бы, места особо не находят. Поэтому, вот, то, что продается, вот, как обычная шапочка, или вот даже вот на мне, вот сейчас, она бывает еще теплее. Вот, например, балаклава, которая, некоторые думают так, чтобы тебя не видели, но и это тоже. Вот, но она также хорошо защищает против ветра. Любое, если вот у меня еще сейчас добавить сюда очки, вот, то мое лицо абсолютно будет защищено от ветра, дождя и прочих негативных погодных условий. И не только погодных, а также и механических воздействий. Вот, то есть, если делать, уходить в шапку, то лучше сделать балаклав. Ну, и не вязаные, конечно, руками сделать, а именно вот с подобной тканью можно более плотную, конечно. Для зимы можно более плотную. В продолжении темы, что касательно вязаных свитеров, опять же, если это идет речь о крупной вязке, то точно нет. Почему? Потому что у нас очень много всяких приспособлений, приблуд, что хотите. То есть, это обязательно порвется. Если уж вязка, то только мелкая, и только на машинке. Такие свитера должны быть обязательно высокие, подгорлышко, с подворотом, вот, которые будут одеваться чисто для утепления. Должны быть комбинированные, потому что даже и мелкая вязка, все равно, на плечи, на которых вешается различное оборудование, будет протираться. Поэтому здесь нужно сделать дополнительные надплечники. Точно так же, как и налокотники. Такое изделие действительно будет пользоваться спросом, и оно будет реально полезно. Итак, теперь поговорим о разгрузках. Опять, кино. Мы видим, как снаряжение, в частности, там, магазины, располагается впереди. И вот он такой идет, как Рэмбо. На самом деле, все это очень неудобно. Во-первых, это дает усилие на позвоночник, и он быстро выйдет из строя. Это первое. Во-вторых, когда ему надо просто быстро упасть, вот так, вот, то быстро он в землю не врастет, а если еще у него гранаты, здесь он не может еще и детонировать, и прочее. Вот. Таким образом, самая лучшая разгрузка, обратите внимание, вот она плечевая, то есть, держится на плечах, и в основном, еще в большей степени, она держится на бедрах. То есть, то же самое по количеству, если в разгрузке всего 4 магазина, это для детей. То есть, вот в данной разгрузке в каждом отсеке получается по 2 вот таких магазинах. Обычных 5,45, но посчитайте их, вот здесь, уже здесь 4, 6, 8, 10. Только здесь. Если прям совсем необходимо в каких-то походных условиях, действительно, на бронежилет, на бронежилет можно добавить сюда еще столько, сколько вам необходимо. таким образом вы действительно превратитесь в терминатор и не сорвете при этом спину. Пожалуйста. Вот так это выглядит с точки зрения со спины. Таких вот новые, видите, упакованные и не использованные. А почему? Они нужны. Вот вы обратили внимание на то, что на мне. и вот обратите внимание, тоже люди старались и тоже пытались шить что-то там. Ну, как женские лифты, что-либо такое. Вот что сюда можно реально вложить? Вот. Ощутите разницу. Вот, при такой разгрузке очень быстро одевается бронежилет. Так вот раскрывается. и как видите, все снаряжение осталось внизу. А сюда вот как раз для тех любителей, которым хочется повесить, довешайте, ради Бога. Теперь про обувь. Тоже достаточно значительное место в одежде человека. Обувь должна быть удобной. Конечно же, должна быть кожаной однозначно. в данном случае защищен как носок, так и пятка. То есть носок должен быть твердым. То есть при ударе он не должен травмировать пальцы. Но, как правило, страдает подошва. Подошва должна быть, конечно же, не просто приклеена и не просто сымитированный нить, который якобы прошит. Тут часто так бывает. Подошва должна быть хорошей. на мне в данном случае это бюджетный вариант, но достаточно носки. Порядка трех с половиной с накрутками до четырех тысяч рублей в данном случае. С маслостойкой резиной. Вот как на подошве написано. Есть варианты с боковой молнией. Но вот сами посудите. Для чего высокий берц? Для того, чтобы в том числе куда-то попасть. Молния, как правило, не выдерживает столько, сколько обычные шнурки выдерживает. как правило, именно молния расходится. Сама обувь еще вполне себе ходила бы, но ее приходится выбрасывать, потому что никто в полевых условиях, как правило, починить молнию не может. Кстати, это касается и верхней одежды. Обратите внимание на молнию. Вот. Даже если все будет хорошо, а молния будет никакая, ну вот и подумайте, как можно будет носить такую одежду. Не канотки нам умыть. Что касательно личной гигиены, ну помимо обычного мыла, зубной пасты и еще так, конечно же, так, на первый план выходит это влажные салфетки. При ограниченности или при отсутствии воды вообще, то есть им можно и умыться и как бы привести себя в порядок. что мы на протяжении целых там двух недель делали, когда воды не видели вообще. Что касательно еды, так, чтобы как бы солдаты голодали, какие бы там не ходили слухи, не были лица, такого, конечно, нет. Поэтому все, что вы присылаете, конечно же, это дополнительный паек, можно так сказать. Хорошие нестечки по-нашему называется. И вот в этих нестечках, конечно, бы хотелось видеть настоящее сгущенное молоко. Заметьте, не сгущенку, я говорю, и не тушенку, как это часто бывает написано на банке. Вот если написано тушенка и сгущенка, это точно не сгущенное молоко и уж совсем не тушеное мясо. Сгущенное молоко это то, что сделано из цельного молока, как правило, это рогачев, то есть вся в принципе белорусская продукция. Вот это точно. Далее, тушеное мясо говяжье, либо свинина, это уже кому как. То же самое курятина, может быть это и утятина, но это должно быть настоящим. Поэтому даже если там написано высший сорт, гост, какой гост, ну это может быть просто как бы пиар, не более того. Поэтому прежде чем купить особенно большую партию, лучше всего самому попробовать. Стали бы вы есть это сами. Ну и конечно же самым основным с тех далеких времен ничего не изменилось. Это вот то самое украинское сало, свиное сало. Та в граммах которого, как еще помню, еще по армии 3000 калорий. Достаточно маленького кусочка и все будет здорово. Поверьте. что еще нужно взять человеку отправляющемуся на войну. Фонарик. Не для того, чтобы светить, но подсветить. Потому что насчет светить там все это очень спорно. USB порт, который кстати можно от Powerbank зарядить. Powerbank тоже нужен. И как видите не только для того, чтобы заряжать телефон. Также очень важен будет Multi-Tool. Это вот такой набор портативный скажем так различных инструментов. Начиная от плоскогубц, ну и заканчивая отвертками, различными пилами и прочим. Все для просто перекусить проволоку и прочие вещи. Раньше для этого нужно было с собой целый саквояж носить, но все вместилось как видите очень компактно. Ну и теперь немножко о половой жизни. Или как спать на полу или на земле. Ничего нового не придумали, это каремат. Обычный резиновый тонкий коврик. В рулон, который сматывается и очень легко носится за плечами в рюкзаке. А также спальный мешок. Не матрас, не одеяло, а обычный спальный мешок. На что рассчитан, на какую температуру, а об этом написано на самом чехле этого спального мешка. Тут уже как бы и 15, и 20 градусов, и 10 градусов. Даже если и 10 градусов, это тоже хорошо. Но если можно взять больше, лучше взять больше. Но тут еще играет роль объем этого мешка. Чем меньше объем висит на бойце, тем как бы лучше. кому нравится. Ну как бы они все участвовали в боях. Закупку тушенки. Есть влажные шалфетки девушки. Я лучше не трогаю. Поспать это да, это со мной. Это про нас. А теперь про половую жизнь. Сало. Да, то самое украинское сало. Самое там. У кого? Да, и вот и подытожу. И все будет здорово. Поверьте. Класс. Продолжение следует...